Субтитры делал DimaTorzok Относительно Лизы Тибо Что это за Лиза Тибо И почему вдруг про нее я начал делать Канадский вестик с пресс-сетевой Все очень просто Лиза Тибо это дама Которая с 97 по 2007 год, то есть 10 лет Была лейтенант-губернатором В провинции Квб Я вкратце в одном из видео Которое посвящено государственному устройству Канады И Особенности королевской власти в Канаде Рассказывал о том Что Канада является монархией И соответственно Канада управляется Через Председательство королевы А именно через генерал-губернатора И в каждой провинции Есть также представитель Канады Председатель канадской королевы Соответственно Председателя канадской королевы Каждой провинции называют лейтенант-губернатором Еще раз Тот человек, который представляет королеву На Государственном уровне Он называется генерал-губернатор А тот человек, который представляет Королеву на провинциальном уровне Называется лейтенант-губернатор Соответственно Лейтенант-губернатор и генерал-губернаторы, они на самом деле входят в эту структуру, прописанную еще в Конституции 1967 года и Конституции 1982 года. И в чем важность и парадокс этого самого суда? В том, что по сути юридически корона обвиняет корону. То есть получается так, что король обвиняет короля, поскольку, еще раз говорю, королева физически не присутствует, а вместо нее присутствуют ее представители. Но с точки зрения закона ее представители являются ее воплощением. То есть вот такой вот юридический указус. И, собственно, что произошло, почему вдруг эту несчастную женщину в инвалидной коляске обвиняют в процессе, который в общей сложности длился в течение пяти лет. Дело в том, что пока Лиза Тибо была генерал-губернатором, она потратила на личные нужды в общей сложности около 700 тысяч долларов. Эти деньги тратились на ее походы в ресторан, на ее заграничные поездки, на какие-то семейные нужды. То есть никак к ее непосредственным обязанностям в качестве лейтенанта-губернатора провинции затраты отношения не имели. И, собственно, в течение пяти лет она отрицала любую возможность быть виновата в этом деле. Она говорила, что она честна, аки ангел. и все это наветы врагов, и что все это несправедливо, и что все это не так. И то есть всячески сопротивлялась. У нее был хороший адвокат, который в течение пяти лет, получается, умел водить суд за нос, потому что суд никак не мог вынести переговор. И в конечном итоге все-таки вчера суд вынес вердикт, что она виновна, что она действительно стырила из казны государства 700 тысяч, но по непонятной мне причине почему-то суд приговорил вернуть ее в казну 300 с хвостиком тысяч долларов. То есть не всю сумму, в которой обвиняли, а только 300 тысяч. Конечно, сумма не маленькая, но в то же время, получается, государство простило ей порядка 400 тысяч. И плюс суд точно присудил ей выплатить эту сумму денег, и плюс к этому суд еще будет отдельно рассматривать вопрос о заключении ее под стражу. то есть ей впаивается не только уголовный срок, точнее, уголовное дело, но еще и уголовный срок. Собственно, по сути дела все, однако, собственно, что я еще хотел сказать. Я еще внимательно почитал мнение Кибекуа, жителей провинции, по поводу этого решения суда вчерашнего, и что меня поразило, что людей больше всего возмущало не то, что в конечном итоге доказали, что она виновата, а в том, что эта самая дама в течение пяти лет водила суд за нос и таким образом тратила деньги налогоплательщикам. Потому что, по сути, как вы понимаете, когда суд собирается, собираются свидетели, приглашается куча народа на всякие эти судебные дела, то все это оплачивается из кармана налогоплательщикам. И народ требует теперь уже не только, чтобы она заплатила присужденный штраф, но и еще, чтобы она оплатила абсолютно все судебные издержки, все то, что было связано с заседанием. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать по поводу этого дела. Еще раз говорю, что это беспрецедентный суд по той простой причине, что, получается, королева обвиняет королеву, то есть свою представительницу, суд на самим собой, суд, который длился пять лет, и который закончился в победе правосудия. Собственно, приятная новость для меня, потому что приятно жить в стране, в которой закон уважается, и, самое главное, все те люди, которые нарушали закон, они, в конечном итоге, не ушли от возмездия закона. Прощаюсь с вами на этом, желаю вам всего самого хорошего, и да сбудется правосудие в ваших странах дальше. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова